Ну, в принципе, я их понимаю. Всякий разозлится, если вроде как был кому-то дурак. А потом его запихнули в скрипучую душную коробку. Четыре стены темницы, в черноту и пылю, куда там и забыли. Я бы и сам разозлился, так что теперь я их понимаю. Короче, четверо нас было. Я, Ван, потому что Иванов. Чумазый, потому что загорал за лето всегда густые пятнами. Штангист, в шутку, потому что доходяга. И Найк, ходил круглый год в кедах. Свалили мы с пацанами с последнего урока во вторую смену. И решили хлебнуть пивасика в пустой хибарке на окраине. Ну, это я говорю хибарка. А домина там стояла здоровенная. И через окна видно, вся битком руклюди набитая. Как еще не растащили, непонятно. Но мы через окно залезли довольно удачно. Даже почти тихо. Только штангист за раму штанами зацепился. И навернулся попом кверху. Но он у нас вечно как стукнутый кот. Приземляется не на лапы, а на физиономию. Словом, подняли штангиста, нос вытерли и потопали в гостиную. Ну, а там, как я говорил уже, груды барахла. Простынками прикрыто. Словно сугробы. Темно. Стоим зажигалками щелкаем. И холодно ведь. Не. С таким же успехом можно яйца на газоне отмораживать. В ноябре это месяце. И еще как-то... Недружелюбно, что ли. Ну вот, представьте, что вы среди фэнов Динамо. Прыгаете, орете, Спартак чемпион. Почувствуете весь атмосферку, перед тем, как вам нос на пятки натянут. И здесь так же было. Хотя вокруг не Спартак и Динамо, а всего лишь доисторические тумбочки. Найк на дно хлопнулся и не успел руку за бутылкой протянуть, как провалился. Как в рыхлый сугроб, но только в тумбочку. Ржака, а? Мочить животики не надорвали. Чуть ли не носом в коленке хихикали. А когда разогнулись и снова принялись зажигалками щелкать, Найка не было. Только обломки треклятой тумбочки и пара кет. Прикол! Хихикнул Чумазый. Куда он делся? А правда, куда? Но не в кеда же втянулся, как улитка в ракушку. В кеда ушел. Ляпнул я. Не, проверь серьезно. Вдруг он стал малюсеньким и с горя на шнурках повесился. Тут Чумазый заржал и на полном серьезе пошел кеда смотреть. И вдруг как заорет. Вот прям так без перехода. То гагэ калаки бабуин. А то вяжет как девчонка перед гигантской крысой. Мы со штангистом переполошились. А Чумазый к нам повернулся. Уже молчал. Зато побелел весь и икать начал. Ты чего? Сказал я. А у самого голос дрожит. Орешь, будто он и вправду повесился на шнурке. Молчит и кает. Тут я сам посмотреть сунулся. А там, блин. Там не просто кеды. Там в кедах ноги. Чьи? Ну Найка, наверное. А так кто его знает? Найка по брукам дощикала, так не распознаешь, когда самого нет. Просто в кедах что-то темно-красное поблескивает. И беленькое посередине. Тут меня чуть не вывернуло. И мы с Чумазым и Штангистом рванули к двери. Смешно. Вошли-то через окно. А назад всё равно через дверь драпнули. А у двери, блин. Свет горит. Гудит и мигает. И болтается. На шнурках, мать вашу. И правда болтается наш Найк. Рожа синяя. И ноги пониже кулене обрубками. И капает на линолеум. Капает. Кровище натекло уже. Наверное, оно там лилось поначалу. Мы переглянулись. И в обратную сторону. Как? А там барахло. Уже без этих своих простыней. Стоит. И в воздухе такое разлито. Зависть. Тоска. Но злости. Её больше всего было. Шкафы, тумбочки, стулья. И совсем уж мелочёвка. На вроде покоцанных фигурок из сувенирной лавки. Завалили горой всю комнату. Не войти, не выйти. Входить-то мы положим. Вошли уже, а вот выйти бы. Нас забыли. Скучно. Останьтесь с нами. Я подумал, у меня глюки пошли с перепугу. Но судя по рожам Чумазова и Штангиста, они тоже это услышали. А с ума вроде как по одиночке сходят. Нас забыли. Не шумите. Не двигайтесь. Не дышите. Чумазы и Штангисты, это не дышите, как услыхали. Так просто развернулись в дверь. И ноги Найковы, отрубленные, им не помешали. Отпихнули, выскочили по красному чавкое. И дверь за ними хлопнула. А я чувствую, не могу. Не могу, когда это со своими оплывающими кровящими культяпками болтается. Как гигантский маятник или туша свиная на крюке. Даже обойти не могу. А дотронуться уж. Нет, простите. Помогите, меня заберите. Тихо. Лампочка только гудит и мигает. Парни, вы меня забыли. Тихо. Впереди Найк висит. Сзади шкафы и тумбочки корой. Тихо. Лампочка вот только гудит. Эй, меня забыли. Тихо. Громоздятся вещи. И злость от них идет. Такая злость. Тебя забыли. Не шуми. Не двигайся. Не дыши. А что я мог сделать? А тут и лампочка чпокнула. Так совсем тихо стало. Пришлось сделать, как они говорили. Ну, в принципе, я их понимаю. Всякие разозлиться, если его предали и забыли. Запихнули в большую темную коробку четыре. Стены. Темницу. Я бы и сам разозлился. Я и разозлился. Теперь я молчу. Не двигаюсь. Не дышу. Я замер под ветхой серой простыней. Но если сюда запретет кто-нибудь, я оживу и его убью. Потому что меня забыли. Теперь я понимаю. Друзья, на канале Заповедник Тьмы каждый день истории про ведьмы-колдунов, призраков и привидений, живых мертвецов и других жутких загадочных сущностей. Подписывайтесь на канал Заповедник Тьмы, если у вас достаточно крепкие нервы. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok